спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы чем дальше тем больше становится в северной столице скейт парков под мостами мы уже рассказывали об одном из самых лучших таких мест под мостом бетанкура а сегодня посетили спот под мостом под сводами коломярского путепровода мосты символы петербурга и заниматься спортом под ними самое что ни на есть питерская идея спот под мостом был построен 2020 году совсем недавно в рамках городских проектов развития здесь есть освещение так что он может работать практически круглосуточно ну а собственно путепровод всегда и всех защищает от дождя и частично от снега расположен парк почти точно посередине между станциями метро черная речка и пионерская в довольно таки историческом месте неподалеку памятный камень последней дуэли александра сергеевича пушкина ну не совсем рядом конечно просто неподалеку это одно из самых активно задействованных райдерских мест города причем самым большим подарком она стала для вело-райдеров здесь есть настоящий памп-трек трасса с явами для bmx имитирующая пересеченную качковатую местность весь смысл таких трасс в том что на них нет ни одного ровного участка даже верхушки кочек которые казалось бы прямые на самом деле выгнуты туда-сюда чтобы не давать ездоку расслабиться ни на секунду только так можно натренировать мышцы настоящего экстремала правда здешний памп-трек не очень велик по размерам все-таки комплекс под путепроводом находится так что много велосипедистов разом туда лучше не запускать и да никогда не забывайте о шлемах это очень важно основная часть комплекса классический суровый бетонный скейт-парк с несколькими трюковыми зонами в лучших мировых традициях очень глубокий пул позволяющий выполнять сложные вращения несколько фан-боксов позволяют тренироваться большой компании учите что место действительно популярное и проходное так что здесь полно народу и не факт что вы со всеми с найдете общий язык и что не найдется посторонних людей которые просто желают занять площадку и отдохнуть любителям уединенных тренировок лучше выбрать другое место тем более что под мостом пользуются популярностью у скейтеров и велосипедистов одновременно так что здесь всегда полно желающих занять трюковые зоны мероприятия здесь редко прекращаются и они связаны с уличной культурой в целом а не только со спортом например 21 октября прошли съемки танцевального клипа в которых как массовка могли принять участие все желающие скейтеры требовалось только одеться соответственно ну с этим скейтеры сами справляются а затем выполнить пару любимых трюков на камеру летом на территории парка и еще на нескольких скейт-парках проходили открытые выступления упсала цирка эти ребята совмещают цирковые традиции с уличной культурой минимум декораций максимум драйва жонглирование гимнастика танцевальные номера и так далее в определенном цирковом сценарии как это принято в современных цирках подобные вещи хорошо сочетаются со скейтерской культурой ну а главная проблема для всякого спортивного парка это мусор вы далеко не все наши граждане еще осознали простую мысль что мусорить это плохо райдеры проводят уборки достают моечную технику устраивают субботники но лучшим способом держать площадку в порядке остается не сорить хотелось бы чтобы все это поняли